Сегодня в выпуске. В Средниканском районе бушует пожар. Он отрезал жителей поселка Семчан от всемирной паутины. Больше золота. На Колыме продолжается наращивание темпов добычи драгметалла. Вандалы уродуют город, вытоптаны клумбы, разбиты щиты, поломаны детские игровые формы. Еще одна уличная библиотека появилась в Магадане. Ее при поддержке спонсора установили сотрудники вечернего Магадана. Магаданская область готовится к следующему этапу снятия ограничительных мер. При благоприятной обстановке планируется открыть предприятия общественного питания и другие объекты. Об этом сообщил губернатор. Он отметил, что текущая ситуация с COVID-19 стабильная, несмотря на то, что периодически возникают случаи подтвержденного заболевания. С 22 июня начнут свою работу те кафе и рестораны, которые выполнили рекомендации Роспотребнадзора. Также при их соблюдении разрешат проводить индивидуальные занятия спортом в залах, откроют библиотеки, музеи и контактные зоопарки. Уже ведется подготовка к началу организованного отдыха детей в лагерях с круглосуточным пребыванием. Однако снятие ограничений не предполагает пренебрежение средствами индивидуальной защиты, рекомендациями и правилами, которые будут действовать еще достаточно долго. Это касается и масочного режима в общественных местах и транспорте, резюмировал Сергей Носов. В городе продолжают открывать детские сады. На этой неделе заработают еще пять дошкольных образовательных учреждений – 59-й, 63-й, 65-й, 39-й и 55-й сады. А 66-й наоборот закрывают на капитальный ремонт. Летом там будут проводить кровельные работы. Сегодня детские сады посещают порядка 2500 ребят. Для этого сезона, по словам представителей власти, мест достаточно. Многие семьи, несмотря на сложную эпид-обстановку в стране, все-таки уезжают в отпуск. Проблем с устройством ребенка у горожан быть не должно. Почти на два месяца перекроют участок дороги по улице Парковой. До 8 августа движение транспортных средств от Гагарина до Карла Маркса будет ограничено. Это связано с проведением текущего ремонта проезжей части. Напомним, на обновление дорог и организацию их безопасности в рамках реализации проекта в этом году из федерального бюджета выделено 120 миллионов рублей. Также комплекс работ, в частности ремонт тротуаров и прилегающих территорий, дополняется мероприятиями муниципального задания. Реализуемые проекты носят комплексный характер. И если в прошлом году были предусмотрены ремонты проезжих частей, то с этого года запроектированы и прилегающие территории с реконструкцией внешнего электроснабжения. Автомобилисты Магадана периодически задают вопрос о том, зачем мыть дороги во время дождя. Специалисты ГЛУДО рассказали, что осадки не являются помехой для работы спецтехники, а порой они даже помогают делать улицы города чище. Есть принципиальная разница между поливом дорог, который действительно бесполезен во время дождя, и мойкой. Обычно поливомоечные машины работают в тандеме с трактором, оборудованным щеткой. Мощной струей воды спецтехника смывает с асфальта грязь. Своевременная мойка улиц – это не только чистота города, но и долговечность дорог, так как пыль въедается в асфальтовое покрытие и разрушает его. Также в дождь на дорогу попадает грунт. Он смывается с колес машин, которые водители паркуют на газонах. Эта грязь с автомобилей стекает на тротуары и дороги с газонов, которые расположены выше бортового камня. Получается, что если сразу не смыть с улиц эти грязевые потоки, то все высохнет и превратится в пыль. Потом ее убрать уже будет сложно. Благоустройством площади возле северного сияния муниципальные власти и собственник супермаркета занимались несколько лет. Однако, по словам мэра города, сделать из этого общественного пространства цивилизованное место отдыха так и не получилось. Мэрия снова планирует заняться реконструкцией этой территории. Клумбы, которые были подготовлены к высадке цветов, все вытоптано. Мы будем несколько переформатировать эту площадь. Все, что было связано с кормлением голубей, мусора, это все уничтожено. То есть позиции, которые мы пытались отстоять, чтобы там все-таки было местом цивилизованного отдыха для граждан, этого не произошло. Поэтому мы сейчас будем переделывать наши газоны таким образом, чтобы не превращать их просто в площадку, вытоптанную детьми, людьми и теми, кто не соблюдает правила благоустройства. Я думаю, что это понравится. Архитекторы сейчас отработают вариант такого антивандального использования этих газонов. Ну и будем смотреть. Ломать не строить. Вандалы продолжают уродовать родной город. То, что создается для комфорта и благополучия магаданцев, детские площадки, скверы и парки регулярно подвергаются нападкам варваров, разрушающих те или иные конструкции. Они вытаптывают клумбы, ломают спортивный инвентарь и игровые формы. Иногда, благодаря камерам видеонаблюдения, их удается привлечь к ответственности. Но это случается нечасто. Иногда разрушители общественного пространства все же остаются безнаказанными. С сожалению, посмотрел на спортивную площадку в районе магазина «Ковры» на «Карномар-62», где были просто уничтожены два баскетбольных щита. Сейчас мы, конечно, будем ставить новое. Это не случайное действие от мяча там или от чего-то. Это просто были применены булыжники для того, чтобы разбить щиты. Такое же, кстати говоря, произошло событие и на Березино-7Б, где возле 15-й школы. Мы в том году с вами открывали гнев физкультурника. Парковки явно маловато, которые построили. Народа много, ушел тоже. И все не вмещаются. Собираются ли достраивать парк «Маяк»? Или понакидали непонятных железных конструкций, и все. Лицо умыли, а шея грязная. Так отзываются о новом общественном пространстве жителей города. И на последнем брифинге глава муниципалитета признался, что на прямую линию ему поступает много вопросов по поводу дальнейшего благоустройства этой территории. Он ответил, что на улице Приморская на следующей неделе приступят к ремонту тротуаров и лестничных спусков. В районе автобусной остановки будет сделан пешеходный переход. Также, чтобы любители быстрой езды соблюдали скоростной режим, здесь смонтируют лежачих полицейских. И на этом работа над парком не заканчивается. Просто нужно подождать. На все необходимо время. «Мы идем на Чирикова. Вон у нас Магадан. Идем по нефтяному пятну. Вот они. Вот оно, нефтяное пятно. Можно будет посмотреть. Вот они, видите, публикуют. Запах не передать». 15 июня рыбаки в районе бухты Нагаева обнаружили нефтяное пятно. Его сняли на видео и выложили в сеть. По публикации незамедлительно началась проверка. Губернатор поручил Министерству природных ресурсов и экологии совместно с Росприроднадзором выявить источник загрязнения и разобраться в причинах случившегося. Предварительно рассматривались две версии – выброс топлива из затонувших или проходящих кораблей. Также вопросом занялась и природоохранная прокуратура. Сотрудники ведомства провели осмотр акватории бухты Нагаева, обследовали прибрежную полосу. Однако в результате проведенных мероприятий разливов нефтепродуктов не выявили. Угрозы чрезвычайной ситуации не установили. Росприроднадзор запланировал повторный выход на место происшествия для установления обстоятельств образования пятна и возможных негативных последствий разлива нефти в Охотском море. С прошлой недели в районе села Верхний Семчан в паре десятков километров от административного центра Средниканского района горит тундра. Дым уже доходит до Семчана. В ту же сторону движется и сам пожар. Его ликвидацией занимается лесоохрана. Привлечены 20 сотрудников и 6 единиц техники, две автоцистерны, два вездехода, бульдозер и уаз. Одни расчищают заградительные полосы, другие подвозят воду, третьи делают пролив крупных очагов горения. Из-за отсутствия ветра огонь распространяется не быстро, но не спадает жара. Температура воздуха под 30 градусов, что ухудшает положение. На данный момент поселку, по словам пресс-службы МЧС, пожар не угрожает. Однако под ударом стихии связь, за которую борются провайдеры. Зимой, когда земля была замерзшей, оператор связи Хайтек подключил Семчан к Магадану, проложив оптический кабель по поверхности, по земле. Сейчас он выгорает вместе с травой на полях. Также его повреждает пожарная техника, когда расчищает полосы. Спасать интернет будут сотрудники и подрядчики компании «Маглан». По результатам проектирования они начнут работы по укладке оптического кабеля в грунт для подключения жителей Семчана к цифровым сервисам более надежным способом. Несмотря на эпид-обстановку на Колыме, продолжается наращивание темпов добычи золота. Об этом сообщается на сайте правительства Магаданской области. По данным Министерства природных ресурсов и экологии, золотопромышленники региона уже добыли более 13 тонн драгметалла. Лидером по добыче рудного золота традиционно остается Тинькинский городской округ. На счету горняков более 8,5 тонн. Больше всех россыпей извлекли из недр старателей Ягоднинского района 618 килограммов. Чуть меньше показатель в Сусуманском округе – 564. В 2020 году плановые показатели по золоту установлены на отметке 46 тонн. По информации Министерства, в ближайшие несколько лет планируется увеличение добычи до 50. Это станет возможным благодаря повышению отработки на месторождениях «Елочка» и «Наталкинское». Кроме того, в планах освоения месторождения «Штурмовское». Магаданская область продолжает сохранять второе место в стране по добыче коренного золота и лидировать по россыпям. Всего в прошлом году в регионе добыли 46,36 тонны золота. Магадан может стать городом трудовой доблести благодаря своим жителям. Для этого колымчанам нужно проголосовать. Отдать свой голос за присвоение областному центру почетного статуса горожане смогут в день всероссийского голосования по поправкам Конституции. Напомним, в марте инициативу городской общественной палаты и мэрии по присвоению такого звания колымской столицы поддержали областная дума и региональное правительство. Была проведена большая аналитическая работа по сбору исторических, архивных, музейных и печатных фактов, свидетельств и материалов, подтверждающих большой вклад магаданцев и предприятий города в достижение Великой Победы. Позже в Российскую Академию наук направили документы на экспертизу. В конце мая получили заключение о наличии основания для присвоения Магадану звания город трудовой доблести. Заключительным этапом подготовки документов для направления президенту станет сбор подписей жителей областного центра. У каждого, независимо от возраста, 1 июля 2020 года есть возможность внести свой личный вклад в историю родного Магадана. В это воскресенье, 21 июня, страна отметит особый профессиональный праздник – День медицинского работника. В условиях продолжающейся пандемии доктора и медсестры, без всякого преувеличения, находятся на передовой. Ежедневно, рискуя собственными жизнями, врачи спасают людей. По данным Росздравнадзора, за время эпидемии в России от коронавируса умерло почти 500 медиков. Поэтому этот праздник, отмечаемый уже 40 лет, сейчас для страны является знаковой датой. Сегодня утром в Магаданской областной больнице состоялось торжественное награждение работников в связи с профессиональным праздником. Исполняющий обязанности главврача Роман Сук подчеркнул, что медики фактически находятся на военном положении. Он обратился к коллективу учреждения с призывом проявить стойкость и терпение при исполнении своего долга, выразил пожелание сохранить взаимопомощь и сложившиеся практически родственные отношения в профессиональном сообществе. Среди награжденных сотрудников Дмитрий Веч, анестедиолог-реаниматолог. Накануне профессионального праздника, на который ему выпало дежурство, он поздравил своих коллег. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю нас всех с Днем медицинского работника, желаю всем стойкости духа и душевных сил в это сложное время. Счастья вам и вашим семьям благополучия и терпения. С праздником, дорогие мои! Городской стадион, городской парк стал таким местом притяжения читателей. Я думаю, он будет популярным среди бесконечных посетителей парка. Еще одна изба читальня появилась в Магадане. Уличную библиотеку открыли в городском парке возле фонтана. Инициаторы установки уже пятого в областном центре подобного теремка – сотрудники Вечернего Магадана. Именно они первыми наполнили свое детище. Поддержку им в создании еще одного сооружения для любителей чтения оказал неравнодушный к родному городу Колымчанин. Сегодня мы открываем от Вечернего Магадана третью уличную библиотеку «Бери, читай». В создании проекта нам помог Олег Александрович. Простой магаданец, читатель наш, который нам помог. На открытие пришли коллеги и гости. Многие с подарками. Директор издательства «Охотник» Павел Жданов по такому случаю принес три книги, которые они выпустили в свет не так давно. «Я думаю, что это такое хорошее событие. Мне нравится, что он стал, это место, там, где очень много всегда людей, взрослых, детей, колясок. Мамы здесь всегда сидят». «Бери, читай» – акция, набирающая обороты по всему миру. Областной центр не стал исключением в продвижении просвещения. В таких литературных домиках все издания нарасхват. Тем более, что в период самоизоляции, когда не работают библиотеки, только и остается, что взять здесь книгу и посидеть, почитать ее дома. 20 июня в Магадане облачно, небольшой дождь. Температура ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 12. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. Разместим шедевры в ваших домах. Только пожелайте впервые новые редчайшие коллекции ламината. И только в «Марко Поло». Абсолютный эксклюзив. Утонченность деталей. Никогда ламинат еще не был так прекрасен. Магазин напольных покрытий «Марко Поло». Кольцевая 5. 60-86-68. Интернет? Да. Кабельное телевидение? Да. Видеонаблюдение? Да. Телефония? Да. Все просто и удобно. Мирантенн. Оператор твоего города. ТЦ-Идея. Телефон 300-100. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова